30 клоунов с акваяжами и сумками, в которых целый мир. Игрушки, шары, всевозможные клоунские шутки. Как этот кетчуп. Все это мишуру волонтеры покупают за свои деньги. К поездкам, как это, готовятся заранее. В дом слепоглухих клоунов со всего мира приезжают уже десятый год подряд. Здесь им все знакомо. И главное, знакомы дети. 76-летняя бабушка Рози едет сюда из Швейцарии к безнадежно слепому Пете. Играет с ним, пишет его портрет. Серебряная вилка в ухе, половина головы синяя. Это сам Пэтч Адамс, американский врач. Сегодня он играет с самыми тяжелыми детьми. От рождения они слепые и глухие. А сейчас еще приболели простудными заболеваниями. Кстати, руководство дома заранее предупреждало клоунов. Мол, у нас карантин. Но те не поменяли своего решения. И все равно приехали к детям. Иногда такая работа очень большое дело. Возможно, для него самым впечатляющим и желанным моментом является то, что я держу его на руках. Если бы вы могли увидеть мое сознание, вы бы увидели взрывающийся салют. Клоунское движение затягивает. Со всех уголков мира к Пэтчу его веселой компании присоединяются люди, желающие детям нести любовь. Некоторые отказываются от прежнего образа жизни. К примеру, один из клоунов, итальянец, ушел с высокооплачиваемой работы и стал писать книгу о клоунском движении и о том, как меняются дети в момент такого общения. Приезд этих клоунов, он какой-то вносит такой дух в жизнь детского дома, дух радости, дух какой-то вот жизнеутверждения. И дети всегда ждут этого. И мне кажется, конечно, это очень важно для больных детей. В Москве есть благотворительный центр «Дети Марии». Именно его создатели в первый раз привезли Пэтча Адамса в Сергиев Посад. В центре есть специальная молодежная студия. Ее воспитанники сегодня тоже в костюмах. Постигают азы клоунского движения, в основе которой лежит смехотерапия. Нам нравится дарить другим радости, потому что это приятно, когда другие рядом улыбаются. Это заменяет лекарства. Ну да, конечно, человеческое тепло, оно всегда нужно и всегда помогает. Много веков назад Ибн Сина Авицено написал, один клоун, пришедший в город, излечит больше больных, нежели караван с лекарствами. Шейк! Судя по тому, как позитивно на детей влияет клоунотерапия, неплохо было бы для всего города в целях профилактики гриппа устроить подобное лечебное шоу. Да здравствует клоунотерапия! Светлана Модель, Сергей Смирнов, программа «События». Светлана Модель, Сергей Смирнов, программа «События».